Доброго времени суток! Частенько меня спрашивают, задают вопрос про Приднестровье. Давайте посмотрим Приднестровье до конца октября месяца. Как там будут развиваться события в районе Приднестровья. Итак, Приднестровье. Можно сказать, что в основном будет довольно-таки спокойно до конца октября. Но все-таки люди все-таки будут думать, что предпринять. Будет страшно, будет нагнетаться такая обстановка, пугающая. Будет очень много разговоров, но они будут пустые. Самое главное посмотреть, все ли сделано для безопасности Приднестровья. А так должно быть все хорошо. И можно сказать, что будет меняться статус Приднестровья к лучшему. Это о чем? Статус Приднестровья к лучшему. Вы знаете, интересно. Будет такое сначала положение вещей качающейся. То есть многое будет неясно, куда качнет. Такое впечатление, что будет, знаете как, либо какое-то мероприятие, на котором люди будут решать свой дальнейший путь. И вот из-за этого будет много переживаний, что люди выберут, какое направление. Но люди выберут правильно для себя направление, а не вернуться в прошлое. Туда, где им было хорошо. И вот тут появится определенная устойчивость в делах, договоренности новые, и будет ощущение безопасности для Приднестровья и постепенное наращивание силы, имея уже опыт и знания какие-то. И, в общем-то, Приднестровье просто будет идти вперед к своей цели. В большинстве людей, я так сказала, большинство людей за то, чтобы уйти к России. Вот, скорее всего, это и будет происходить в ближайшее время. Каким образом, я не могу сказать. Но, скорее всего, этот вопрос будут решать люди. Тем более, насколько я знаю, уже были. Был, типа, референдума что-то такое, да, Приднестровья. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но должно быть, в общем-то, довольно-таки спокойно у вас. Вот. Ну, остальное посмотрим на днях. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. Я надеюсь, что завтра мне удастся организовать стрим. Поэтому вы можете подготовить вопросы свои. Но вопросы желательно такие, да, нет. Вот с таким ответом, потому что их бывает обычно очень много, чтобы большинство людей успели получить свои ответы. Но состоится он или нет, я вам сообщу уже завтра. более подробно, более точно, во сколько и будет ли, да. Так что, всего вам хорошего. Хорошего вечера и доброй ночи. Потому что сейчас у нас московское время 19 часов 10 минут. Всех вас обнимаю. И пока.